друзья привет сегодня продал мосбиржу зафиксировал прибыль сколько там получилось там почти плюс 20 процентов в рублях это 17000 от позиции и добрал пик пик потом сразу начал расти но не сразу там через несколько часов вот но я не гонюсь за этими там внутренними сделками это мне даже в пиратах который торговый портфель это не intraday такой же спокойный размеренный путь кстати насчет пути у меня в на ю тубе канал называется путь в анталы вот и многое из философии этой школы кто не знает можете заморочить посмотреть что такое слова в анталы это древнее учение путь к высшей ясности и я смотрю что один из подписчиков страйч привет заморочился и нашел это и иногда в комментариях пишет из речения из этого из этого учения так вот что в пиратах что активный что активный 2.0 что долгосрочный тем более это довольно таки спокойный процесс он хоть называется активным ну потому что не пассивный подлежащий камень вода не течет вот те кто думаешь что на рынке так будет всегда что он будет зарасти очень многие пришли недавно рынок и думают что о ничего себе как он растет а он что до сюда ходят те кто пришли на рынок три года назад у них ничего но если они вот так вот рынок за три года не вырос он сейчас просто восстанавливается а не то что он растет он восстанавливается вот ну те кто по стратегии активного инвестирования у тех конечно вырос он и хорошо вырос вот потому что по ситуации смотрю как где-то покупаю где-то продаю и вот так вот прибыли фиксирую ну вот сегодня 17 тысяч принес портфель принес это сколько вы зафиксировали а не насколько он вырос или насколько он упал то что портфель растет или падает вместе с рынком ну что ничего ничего такого что вызывало бы это беспокойство нет кто-то спрашивает а почему типа если ты знаешь что рынок упадет ты не фиксанешь и не посидишь сторонке посмотришь во-первых все ведут себя по-разному какие-то растут какие-то падают и мое дело как раз найти и растут какие падают но в ком вероятность этого во вторых ничего не происходит с вероятностью сто процентов и с нулем процентов везде это я считаю вероятности рынок может и не падать в ближайшее время да просто вероятность выросла вместе с повышением ключевой ставки и новой новыми инструкциями определенным лицам по валютной выручке вот и все какие-то компании они также растут какие-то падают это нормально и портфель генерирую денежную массу в один день я две тысячи там заработаю с ним другой 20 тысяч бывает ничего но ничего не минус минус я вообще не фиксирую все позиции вывожу в плюс некоторые выводить не надо в основном то есть основная масса покупок масса позиции их и их выводить не надо но если вдруг какой-то маленький процент сделок пойдет минус то есть в стратегии выходов вывода позиции в плюс которую расписано четко и ровно чем меня он генерирует денежную массу хоть рынок растет хоть рынок падает просто когда он растет денежная масса генерируется больше когда он падает меньше но она продолжает и мыть зачем не остановить этот процесс ну давайте к вашим вопросам ну как раз про что антон сколько вы примерно процент в месяц делаете инвесторы не вместе считают инвесторы считают средне годовую бывает опять же многие ошибаются что думают что там пришли на рынок год назад и думаешь так всегда будет а по итогу там трех лет у них там ерунда выходит понимаете мое мое дело рынок обгонять просто обгонять отчипывать кусочки отчипывать 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 ведь это очень хороший плюс сделал за эти три года хотя рынок нет почему потому что такая стратегия предполагает как рост таки падения и причем и не шортью ну просто у меня есть видите все время кэш практически есть вот мозг биржу сегодня продал опять кэши дофинга следующий вопрос антон ваше мнение по компании магнит очень интересный кейс инвестиционный очень и связи с тем что ну во первых связи с текущими текущими событиями в мире до магнит все-таки российская компания в каком в каком плане то что она там прописано в россии это понятно магнит старается увеличивать процент собственно торговой марки то есть свое производство он сотрудничает с аграриями с фермерами и старается цикл замкнуть это очень интересно второе что мне интересует моменте это вот выкуп его акции по очень низкой цене ну относительно рынка понимаете это очень круто это какая экономия да огромные какие инвестиции в будущее ведь ведь теперь внутри компании будет оставаться прибыль на не раздаваться не не прям акционер компания может развиваться 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 дальше ну и вообще и динамика развития очень меня радует открытие новых магазинах увеличение торговых площадей круто и экспансии не только кстати в россии а на зарубеж даже по-моему в узбекистане магнит косметик открылся кстати по магнит косметику теперь продается продукция и в интернете на marketplace магнит мне интересен ну просто в одно время покупать другое продавать ну как надо но у меня такая стратегия у меня и долгосрочная есть то есть где я не продаю полностью но и это я там иногда часть часть продаю часть забираю активное больше приносит так следующий вопрос доброго вечера является для вас точка входа предстоящий совет директоров просто смотрю на сделку которые вы озвучите вы покупаете за несколько дней или накануне до оглашения дивидендов например как бсп черкизова да нет нет такого нет для меня точка входа не не является директором собрания совет директоров скорее всего является точкой выхода объясняем многие покупают на отчете на собрании на заявление позитивно я покупаю заранее до всего этого то есть я не не привязываюсь к совету директоров я привязываюсь к определенным факторам которые формируют денежные потоки компании которые затем отображаются в отчетах заявлениях на советах в дивиденды в дивидендной политики интернет приглашение дивидендов и так далее то есть я их выбираю я покупаю и потом когда уже эта ситуация происходит которые моделирую люди начинают покупать но уже по мне так уже и продавать пора это заранее покупаю ну и к дате совет директоров я не привязываюсь какие вопросы друзья будут задавайте приглашаю вас свой телеграм-канал кто меня на ю тубе смотрят там в текстовом формате я выкладываю и плюс видео на ю тубе и плюс еще я выкладываю в телеграме некоторые свои мысли по по компаниям по валюте по биткул там все чем занимаюсь но не все но какие-то интересные наблюдения поэтому в телеграму ссылка на телеграм будет описание переходите очень интересно ну и также там есть чат там уже старожилы есть вот татьяна допустим за мной долго наблюдает и уже иногда отвечает даже на вопросы наблюдает видит как все это происходит новичкам ну вообще-то в антала чат прикреплен к каналу антала этом в комментариях люди общаются обсуждают ну хороших вам выходных крепкого здоровья избычи мечет чтобы мечты сбывались нужно мечты превращать в цели а чтобы цели сбивались сбывались нужно определять порядок действий определенных которые ведут вас к достижению этих целей чтобы в этот порядок целей сбывался нужно этот порядок разбивать на этапы а этап под этапы и каждый день задавать себе вопрос а что я могу сделать именно сегодня чтобы приблизить свою цель маленький шаг не нужно там врывать себе одно место маленький шаг правило успеха правило трех п постепенно вседневно постоянно каждый день маленький шаг на пути к большой цели